Военные занятия прошли по Добинскому в исторических казачьих лагерях. В программы включены традиционные казачьи дисциплины и полный курс армейской подготовки, который проходят современные солдаты, начиная от физкультуры и заканчивая маневрами и строевыми упражнениями. Казаки изучили основы тактической горной подготовки, овладели навыками минно-взрывного дела и основами первой медпомощи. Это нужно, конечно же, казакам, чтобы они не забывали навыки военные. Ну, а детишек мы сюда берем для того, чтобы они обучались и уже более подготовленные шли в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Многие тренировки в полевых условиях ведут офицеры ВДВ, спецназы, других подразделений. Они рассказывают, как отличать и обезвреживать взрывные устройства, правильно обустраивать боевые позиции, а также читают лекции по стратегии и тактике. На военно-полевых сборах в этом году все дивизионы показали высокую организованность и проявили волю к победе. Я хочу отметить особо дивизион казаков Анапского района, казачьего общества, которым командует полковник Кислицкий. Я скажу, вчера они меня удивили перед тем, как приступить к огневой подготовке. Они проводили тактические занятия, встречный бой, другие мероприятия. Я вам скажу, все продолжено на высочайшем уровне. Интенсивный курс армейского дела казаки прошли всего за три дня. В рамках казачьей спартакиады состояли соревнования по гиревому спорту, стрельбе с пневматической винтовки, метанию ножа и гранаты, перетягиванию каната. А намчане по итогам всех соревнований заняли второе место.